добрый день я константин алексеевич врач уролог андролог заслуженный врач украины в современном мире масса факторов которые негативно влияют на сексуальное здоровье мужчины а сексуальное здоровье мужчины это один из компонентов здоровья человека в целом часто спрашивают как часто необходимо посещать врача уролога андролога как правило мужчины обращаются к доктору урологу андрологу при наличии какой-либо острой проблемы возникающей его состоянии здоровья мужчинам после 40 лет необходимо посещать врача уролога андролога ежегодно к сожалению статистика показывает что среди заболеваний онкологического профиля мужчин на второе место выходит заболевание предстательной железы поэтому мужчинам как правило необходимо посещать врача уролога андролога ежегодно начиная с 40 летнего возраста но если мужчина обратиться раньше начиная с 35 то естественно мы сможем сохранить его здоровье гораздо больше что является поводом для того чтобы своевременно обратиться к специалисту прежде всего это нарушение мочеиспускания учащение частые подъемы ночью вялость струи затрудненное мочеиспускание дискомфорт в начале мочеиспускания или в его конце тянущие боли внизу живота области мошонки паха боли в промежности иногда мы более могут отдавать и в поясницу в крестец то есть все это говорит о том что есть какие-либо нарушения сфере репродуктивных органов у мужчины чем раньше вы обратитесь к специалисту тем благоприятнее будет происходить процесс лечения тем быстрее наступит ваше полное здоровье сегодня молодежь проводит большую часть времени за компьютером малоподвижный образ жизни гиподинамия забыли о том что необходимо ходить в тренажерный зал и все эти факторы приводят нарушению кровообращения в органах малого таза что является прямым фактором нарушению состояния их здоровья когда вы приняли решение о том что вы пойдете сегодня к специалисту вам необходимо знать некоторые важные вещи прежде всего до момента взятия анализов выделений зуретры необходимо как минимум два часа не мочиться для того чтобы взять правильно секрет предстательной железы необходимо избегать в течение трех дней сексуальных контактов все эти моменты влияют на качество забора анализов и на их конечный результат правильно собранные анализы позволят правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение при посещении уролога андролога вам будет произведен наружный осмотр половых органов вам будет произведен осмотр предстательной железы о котором кстати существует много неприятных мифов что это болезненная насильственная процедура однако это совершенно не болезненно рукой в перчатке смазанные любрикантом врач ведет свой палец указательный в прямую кишку и пальцем производит ректальный осмотр предстательной железы осматривает ее размеры ее консистенцию болезненность наличие каких-то очагов уплотнения что является первым признаком серьезных заболеваний поэтому этот осмотр крайне необходим при подозрении на какие-либо воспалительные заболевания врач произведет забор секрета предстательной железы секрет предстательной железы исследуется как нативном мазке так и делается его посев на чувствительность к антибиотикам в том случае если врач заподозрит наличие онкопатологии он назначает вам биопсию предстательной железы своевременно проведенная биопсия позволяет поставить диагноз на ранних его стадиях что естественно благоприятно влияет на исход заболевания как же проходит консультация у уролога андролога прежде всего врач выясняет наличие жалоб как давно эти жалобы у вас появились наличие факторов негативно влияющих на ваше здоровье на здоровье сексуальное показанием для обращения к врачу специалиста является нарушение капулятивной функции а именно нарушение эрекции нарушение семи извержения эти процессы могут протекать болезненно могут протекать стерто могут протекать слишком быстро естественно нарушается качество сексуальной жизни является что является основным порой вопросом обращения к специалисту порой у мужчин при нарушении качества эрекции при При нарушении продолжительности полового акта, при нарушении семяизвержения или его болезненности или ускоренности полового акта мужчины начинают закрываться, скрывать свои проблемы от своих партнеров, начинают глубоко изучать свою проблему в интернете, порой ставя себе неправильный диагноз или из рассказов друзей слышат различные мифы о продолжительности полового акта, что естественно еще более негативно влияет на его личную самооценку и заставляет уйти в глубокое подполье, порой естественно приводит к разладу в семье, приводит к конфликту, поэтому дорогие друзья не стесняйтесь, откройте свои проблемы специалисту для того, чтобы он помог вам принять правильное решение. Современный уровень жизни, ее молниеносный темп постоянно держит мужчину в состоянии хронического стресса, что негативно влияет на его сексуальное здоровье и если вы почувствовали какие-либо начальные проявления всех этих нарушений, о которых я говорил ранее, обратитесь к специалисту с тем, чтобы своевременно, правильно, грамотно вам назначили лечение и тогда успех гарантирован.